Приступить к экстренной эвакуации. Простое пятничное утро оказалось для детей в оздоровительном лагере «Радуга» не таким уж и простым. Сирены и эвакуация из грабкоговорителя доносятся тревожные слова. На территории обнаружен подозрительный предмет. Впрочем, никакой угрозы жизни и здоровью детей, конечно, не было. Муляж взрывного устройства подготовили организаторы крупных антитеррористических учений. Я думаю, самый главный приоритет любого лагеря – это безопасность ребенка. И поэтому мы этим очень заинтересованы. И мы попросили, чтобы у нас провели вот эту большую акцию, чтобы дети и родители знали, что ребенок в какой-то экстренной ситуации, как можно себя повести. Условную бомбу обнаружили в 10.08 утра. Уже через несколько минут весь персонал лагеря, 165 ребят и 20 вожатых эвакуировались. Первыми на место прибыли сотрудники Федеральной службы безопасности, которые возглавили штаб по решению чрезвычайной ситуации. В помещениях никого не осталось, так что, по-моему, и сейчас идет ограждение лагеря вот этой ленты. Служивший персонал? Служивший персонал, все также привыкли. Никого не осталось в помещениях, в спальных помещениях, в досуговых центрах. Подобные учения в Одинцовском районе проводятся регулярно. Власти активно взаимодействуют с правоохранителями и экстренными службами. В мае месяце мы комплексно обследовали вместе с представителями всех ведомств, все лагеря, которые находятся на территории Одинцовского района, на антиристическую защищенность. К сожалению, выявляются недостатки, о которых периодически мы по мере выявления сообщаем и как руководству данных лагерей, так и все заинтересованные ведомства. На учение пригласили всех представителей поселений и руководителей детских лагерей района. Результаты подвели немедленно после окончания акции. У правоохранительного блока и у представителей Федеральной службы безопасности были, естественно, замечания. Директор и, так сказать, руководящий состав детского оздоровительного учреждения эти замечания, естественно, учтут в работе, но каких-то вот таких серьезных упущений в службе, их мы не увидели. Подобные учения позволяют отточить реакцию всех заинтересованных ведомств на экстренные вызовы. В случае с безопасностью, тем более детской, этой работе уделяется особое внимание. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцовы».